История становится ближе. В Нарьинмаре открыли кабинет музея известного в округе ученого в области сельского хозяйства Петра Рочева. Рабочий стол, множество фотографий и документов теперь доступны для посетителей. Знаковое место расположилось в конторе опытно-производственной станции по улице Рыбников-1. Примечательно, что торжественное событие состоялось в канун празднования Дня работника сельского хозяйства. И у него стоит задача усовершенствовать печорскую популяцию. Идея создания кабинета музея известного в округе ученого и следователя Петра Андреевича Рочева родилась у ветеранов производства и коллег по опытно-производственной станции, где он трудился долгие 42 года, еще в 2012 году. Тогда была торжественно открыта мемориальная табличка. Одними из инициаторов создания мини-музея выступили члены коми-общества Изватас. Петр Андреевич родился рядом с Ижмой в селе Мохча, через реку Избу. Петр Андреевич наш известный в округе и не только в округе земляк, который прославил коми-южинский народ на всю страну. Потом мы давно сотрудничаем с Теренмирской сельскохозяйственной станцией. Рабочий стол, книжный шкаф и даже картина ее Петру Андреевичу подарил известный художник-свешников. И она всегда занимала место в кабинете ученого-сельскохозяйственника. Все как было при жизни знаменитого деятеля. Я работал директором школы в Антике с 1973 года. Как раз у Петра Андреевича был, можно сказать, зенит слабый. И он часто выступал на плену в окружком партии, на различных активах. И мы были с ним лично знакомы. Он был знаком и с моим отцом, потому что ГАМ, где родился мой отец, и Мохча буквально через дорогу находятся. Они почти ровесники, поэтому Петр Андреевич хорошо знал многих оленеводов известных, как Канева Николая Григорьевича, Семяшкина Федоровича и других. И общался с ними на родном языке. Инициативная группа объединила усилия. Одни собирали и готовили экспонаты, другие – проект для получения гранта. В 2020 году деньги на создание музея были получены. В работе очень помогал труд Марины Калавангиной – краеведа-историка. К столетию ученого она написала книгу-биографию, в которую вошли самые важные вехи жизни Петра Рочева. Он предстает перед нами сегодня как ученый, который беззаветно был предан своему делу. Это организатор производства, ученый-практик. Это человек, о котором остались только добрые воспоминания, потому что он был личностью во всех отношениях. Депутаты могут говорить о нем как о человеке, который выполнял свои слова, обещания, депутатские запросы делал своевременно. А в Ненецком окружном совете он возглавлял на протяжении почти 40 лет комиссию по охране природы Ненецкого автономного округа. Немалую помощь в организации музея оказала Ассамблея коренных малочисленных народов Севера, чтобы увековечить память о человеке, который внес большой вклад в развитие сельского хозяйства Ненецкого округа. Вывел уникальную породу коров, прошел Великую Отечественную войну, имел широкие заслуги перед регионом. Это то поколение людей, что хотелось бы отметить, которые отвоевали нашу землю, защитили ее во время Великой Отечественной войны, вернулись обратно и поднимали нашу страну после такой страшной войны. И на самом деле низкий поклон. И наша задача сегодня – помнить, передавать, это молодым поколениям показывать этот опыт. Впрочем, останавливаться на одной экспозиции организаторы музея ненамеренных в фондах опытно-производственной станции есть еще экспонаты. Этот кабинет смежный, и мы бы хотели вторую часть кабинета представить уже лабораторию, экспериментальную лабораторию, где занимался Петр Андреевич со своими коллегами. То есть у нас есть старые приборы, есть стекло, оборудование, которое мы могли бы показать. И это было бы намного интереснее уже в комплексе с кабинетом Петра Андреевича. Экспозиция будет интересна широкому кругу общественности, ветеранам промышленности, коллегам Петра Орочева, а также школьникам и студентам Ненецкого округа. Ольга Русова, Владислав Носкин, Телеканал Север.